Другой момент Метод основания церквей, завоевавший популярность в США, получил название филиального или спутникового. Есть мнение, что назвать это основанием церквей в строгом смысле нельзя. Возможно, не всем понятно, о чем идет речь, но обсуждаемая модель выглядит примерно так. У нас имеется большая, как правило, центральная материнская церковь. Так вот, вместо того, чтобы создавать дочернюю церковь, которая впоследствии все равно делится и станет самостоятельной, со своим собственным руководством, бюджетом и прочее, она начинает организовывать служение еще в одном месте, но только в рамках структуры и деятельности материнской церкви. В итоге получается такая модель. Одна церковь, разные районы. Итак, у вас имеется центральная церковь в одном районе, а потом возникает инициатива проводить воскресные богослужения в другом, где живет какая-то часть паства. Но руководить новой общиной будут лидеры центральной церкви. Финансироваться она будет центральной церковью. Ключевые решения также будут приниматься материнской общиной. В итоге получается, что все эти спутники взаимосвязаны. Всеми ими управляет единый центр, и этим центром выступает материнская церковь. Традиционно в этих периферийных общинах показывают видеопроповеди. Происходит это так. В материнской церкви есть очень одаренный проповедник. Его проповеди записывают на видео накануне в субботу или даже за неделю до планируемого показа, и потом показывают в дочерних общинах. У них своя программа богослужения, свое поклонение и так далее, а вот проповедь звучит в записи с помощью проектора и экрана. Для кого-то это своеобразная экзотика. Я имею в виду видеоформат проповеди. Но со временем люди к нему привыкают. Некоторые рассуждают так. Лучше отличная проповедь в видеозаписи, чем посредственная вживую. Что еще хотелось бы отметить в связи с этой моделью? По сути, она напоминает франчайзинг. О Макдональдсе наверняка слышали все. Так вот, где бы вы ни оказались, в Москве, Париже или в Нью-Йорке, зайдя в Макдональдс, вы обнаружите одно и то же базовое меню. Разными могут оказаться разве что соусы. В остальном же все эти заведения, как братья-близнецы. Главное во франчайзинге – это единая система качества. На него всегда можно рассчитывать независимо от места расположения ресторана. Филиальная модель основания церквей построена на том же принципе. У нас уже есть наработанный опыт, мы знаем, как благовествовать, у нас имеются проработанные программы служения, мы умеем обучать лидеров и тому подобное. Почему бы не создать нечто себе подобное, с теми же установками, подходами, качеством, с той же концепцией служения, но в другом месте. При этом единственным способом обеспечить должное качество и соблюдение всех стандартов видится централизованное управление и контроль. Применение филиальной модели, как показывает опыт, использующих ее церквей, не предусматривает строгого использования исключительно видеопроповедей. Так сегодня проповедник может проповедовать в центральной церкви, а в следующее воскресенье в одной из ее дочерних общин. К слову, в каких-то из них может быть и свой пастор, который печется о нуждах паства и периодически проповедует. То есть здесь возможны разные формы. Настоящим пионером в реализации данного подхода стала поместная церковь в Нейпервилле. Надо сказать, что в США он очень широко распространен. И не только в США. Есть, например, такая церковь в Танзании. У нее, кажется, пять дочерних общин. И все же запустила эту модель церковь в Нейпервилле. Кстати, видеопроповедей у них нет. Проповедуют служители. Причем в один и тот же день и на одну и ту же тему, которую выбирают и обсуждают предварительно. Поэтому все проповеди, несмотря на разный контекст, объединены одной темой и исследуют одни и те же вопросы. Возникла эта церковь в 1989 году и за весь период с того времени до сегодняшнего дня, то есть в течение примерно 20 лет, выросла с пяти до пяти тысяч человек. Всего в Чикаго и пригороде насчитывается около 14 общин, но у всех у них единое руководство. В 2012 году крещение в этой церкви приняли 370 человек. Как видите, церковь активно благовествует и прирастает за счет новообращенных, а не христиан из других общин. Вот это карта расположения дочерних общин. Просто для общего представления. Посмотрите, общины есть здесь у озера и дальше сконцентрированы вот в этом районе. Расстояние между ними примерно 30-40 миль, по времени минут 35 на автомобиле. То есть территориальный охват довольно широкий. Одним из важных моментов в этом служении по основанию дочерних общин стало то, о необходимости чего мы с вами говорили много раз, а именно обучение и подготовка лидеров. Так, для лидеров прославления существует своя отдельная школа. А вообще церковь выпустила книгу о своей истории. Написана она на английском языке, и поэтому, если вам интересно, как община росла и развивалась, эта книга для вас. В ней тоже отчетливо и многократно звучит одна и та же мысль. Мысль о необходимости формировать лидеров из обычных прихожан, из тех, кто, возможно, никогда и не помышлял о каком-то серьезном христианском служении. Воспитывайте лидеров. Лидеров прославления. Кстати, служение прославления церковь считает ключевым. Особенно в дочерних общинах. Вот почему ему уделяется особое внимание. В общем, книга увлекательно повествует об опыте воспроизведения церквей посредством формирования лидеров разных служений из обычных прихожан. На сегодня я предлагаю лекцию завершить, а в следующий раз мы поговорим... Хотя нет, пожалуй, я скажу еще несколько слов о филиальных церквях, и на этом мы закончим. И занятия, и тему в целом. Итак, что еще хотелось бы добавить. Как я уже сказал, филиал — это один из способов церковного воспроизводства, который предусматривает точный перенос концепции церкви и организации ее служений из центральной общины в ее филиалы, как это принято во франчайзинге. Данная модель позволяет приобщить к церкви больше людей, но людей одного типа. Давайте вернемся к примеру Макдональдса. Нравится он не всем, ведь так? Кто-то захочет там перекусить, а кто-то нет. Так и филиальные церкви. Все они функционируют в одном стиле с вполне определенным характером проповеди. Соответственно, и людей они привлекают хоть и много, но вполне определенного типа. Кроме того, данная модель требует довольно высокого уровня профессионализма. Так, для видеозаписи и воспроизведения проповеди им необходима аппаратура и специалисты. А значит, нужен серьезный и квалифицированный подход к делу. Что еще? Еще нужны ресурсы. Например, на приобретение видеокамер, а также студийных осветительных приборов. Для прославления необходимы музыкальные инструменты. Филиальная церковь — проект дорогостоящий, и это важно учитывать. Кто-то в таком подходе усматривает имперский мотив. И в, дескать, подобным образом пастор желает популяризировать свои проповеди, расширить свое влияние и влияние церкви. Что сказать? Истинные мотивы знает только Бог. Наверное, данная модель таит в себе подобное искушение. И за это ее критиковали. Однако гораздо более серьезный вопрос заключается в другом. Что станет с церковью, если она лишится своего выдающегося пастора? Не исчезнут ли с уходом любимого проповедника филиальной общины? Еще один момент. Церковь обсуждаемого типа быстро растет, но редко себя воспроизводит. И здесь церковь Нейпервилля, надо сказать, показывает обратный пример. Ее миссионеры занимались основанием целых движений в Канзас-Сити и в Денвере. Но это скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще центральная община лишь расширяет сеть филиальных общин, что воспроизведением считать нельзя. Я бы сравнил эти церкви с пупочными апельсинами. Не знаю, слышали ли вы о таких. Это уникальный сорт апельсинов. В нем нет семян. Размножаются они исключительно черенкованием. Для этого черенки надо купить и посадить. Из семени ты ничего не вырастешь по той простой причине, что его нет. Так вот, филиальные церкви я бы сравнил именно с этим сортом апельсинов. Дерево приносит много плодов, но вот нового дерева из них не получишь. Таковы ограничения данного подхода. Грейпфрут. Плод тоже без семян. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok